Моё почтение, дамы и господа, сегодня я хочу вам показать бой на американской СТ-9 Паттон. Вся изюминка этого боя составляет в том, что этот СТ я купил несколько дней назад и продвёл на нём буквально 30 боёв. И как вы понимаете, он стоковый. Вообще, очень интересная ситуация. Купив Паттона, я обнаружил, что на него нельзя поставить торсионы или что-то подобное. При этом гусли стоят 25 тысяч опыта. При этом на стоковый гусли нельзя поставить пушку даже от Перша. И тут я понял, что нас на Ее обманули. К сожалению, не имею большого количества голды, но к счастью, 25 тысяч опыта у меня было, поэтому гусики я изучил и поставил пушку от Перша. Я пытался первое время играть на ББшках, даже в стоке. Но проведя 10 боёв и примев в средний дамаг 1500, я понял, что это не круто. Плюнув на всё, я зарядил фулл голду. Першинг мне очень нравился. Я имел на нём неплохие показатели среднего дамага, среднего опыта и КПД. Но вот стоковый Паттон... Меня ввергают в гнев две вещи. Это его стоковое орудие, которое косит, как свинья. Которое рикошетит голдой от всяких ИСУ-152 по три раза подряд. И это его замечательная стоковая башня. Про неё можно сказать только одно. Она пробивается в маску. С новым замечательным балансером нас стоково кидает постоянно в зад списка. Этот бой я в топе. Я здесь царевич Елисей. И, соответственно, показатели урона и опыта тоже будут соответствующими. Но в топ кидает, ну, очень редко. Ну, совсем редко. Постоянно кидает к десяткам. Причём к куче десяток. Попасть в топ взводом вообще практически невозможно. Сейчас взводом даже на ТТ-8 постоянно кидают к десятом уровням. У тебя десятый левел это Алёшка на ИС-7, который сливается с нулём урона. И тащить вражеских ТТ-10 физически невозможно, даже на голде. Вроде всё сказал, а теперь к бою. Сейчас 120 играет со мной в качельки. При этом регулярно промахивается, либо вспахивает землю. Я же накидываю ему каждым выстрелом по 200 среднего урончика. Вот здесь он меня, кстати, развёл. Сам того, наверное, не ожидая. Он, наверное, хотел вылезти. Потом, ой, блин, у меня аж перезарядка. Вот, но этого я не знал. Выстрелил на упреждение, а он откатился. И, кстати, замечательно играть вот от этого холмика. Я пытаюсь ещё проверять там здесь ширку в простреле. И вот, вот, замечательная башня. Смотрим, куда пробил. Ну, в этот раз он пробил, на самом деле, меня в щёку. Но, что ещё больше обидно, меня туда пробивает даже сраная пантерка. Я уже начинаю играть более аккуратно. В отличие от этого 50-120, он просто вылезает, пытается дать барабан. Причём половина из этого барабана вот промахивается. Половина вот не пробивает. Вот сейчас я словил, кстати говоря, от него рикошет. Это вообще что-то невероятное. Ну, опять-таки, в топе этот танчик может и может ловить рикошеты. Да, тавтология. Но с десятками это дело не пройдёт. Да, даже с девятками. Но этому 50-120 просто нам просто не повезло. Продолжаю плясать, играть от этой кочки. Думаю, неплохая позиция. Вот здесь пантерка вылазит. И подгорает, подгорает. Он довольно быстро тушится, но всё равно приятно отведать жареных немецких сарделек. Здесь я промахиваюсь голдой. Вот, кстати, очень... Вот пробивает меня опять просто в башню. На кофе к маску. 50-120. И на самом деле он шотный. Я вылезаю. Я мог сейчас словить дамаг, но я вылез и стрельнул без полного сведения. 50-120 не успела отреагировать. И я забрал минус ствол, минус девятый уровень. И фактически этим выстрелом я открываю дорогу вперёд раши, потому что там уже не осталось каких-то опасных противников, которых можно бояться. Можно просто брать, врываться. Вот СТ-1 танкует, его ставят на гуслю. И два танка, китайцы Т-20, прячутся за трупами. Здесь замечательный выстрел в пушку. Голдой. Вот ещё раз обращу на это внимание. Стрелять голдой это крайне невыгодно. Но при этом, считая, что пушка это ну просто звездец какая косая, я ухожу в такой катастрофический минус, что на данном этапе игры у меня уже нихрена денег нет. И я не знаю, что делать. Потому что фармить сейчас как-то проблематично. Потому что, как я говорил, вообще на чём я могу фармить? У меня из фарм техники есть 34-ка, которая, честно говоря, 300 с лишним боёв на ней откатал. И геймплей на ней меня уже просто-напросто вымораживает. Я не могу на ней играть. Она очень медленная, очень неповоротливая. И я уже просто не могу на ней играть. Вызывает отвращение игра на ней. И плюс ко всему, опять-таки, вот эти проблемы, то, что постоянно кидают к 10 уровням и не получается так сильно дамажить. И там приходится уже играть как танк поддержки, всякое такое. Раньше вообще в этом плане была халява. 34-ка взводом просто всегда попадала в топ при помощи сброса. И ты там просто гнул, нагибал. Сейчас же ситуация немножко изменилась. Но ключевой всё-таки момент это то, что она мне именно по геймплею просто остычертела. Ещё у меня есть ИС-6. Но на нём я играю в последнее время на фулл колдишки, дабы выдавать, скажем так, максимальный урон. Однако, я думаю, стоит попробовать пофармить на нём, поиграть именно на ББшках. Тем временем в бою у противника уже остаётся всего лишь 3 танка. Это Яга и ЕС-5. И честно говоря, я в тот момент немножечко ссался. Потому что если бы вот 2 СТ-шки не закрутили вот этого Ягдтигра, например, я думал, как-нибудь там Яга их разберёт. У меня ХП тоже на самом деле нихрена нет. И они могли бы потащить. А здесь ещё ЕС-5, очень бронированный. Практически фулловый. Но Ягу мы уже забрали. И вот ЕС-5 очень неприятная цель, очень бронированная. Но он стал так, что у него простреливается крыша башни, комбашенка. И голдом, голдой, конечно, там пробивается просто на пофиг. Тем не менее, я полностью свожусь и выцеливаю, потому что пушка очень косая. К слову, ББшками, например, на ЕС-6 у него тоже 170 пробития. Я комбашенку ЕС-5 пробивал чуть ли не через раз или даже меньше. Там постоянно рикошеты или непрометия были. Ну, здесь, конечно, голдой эта ЕС-5 уходит быстро. Всё это время, кстати говоря, у нас Светляк брал базу. Здесь с вертушки раздаём арте. Светлячка забирает тапок. И это победа. На самом деле, я практически всё видео обсуждал свои первые впечатления от Стокопаттона, а не рассматривал этот бой. Но, кстати, это пока что единственный, более-менее адекватный бой, который я сыграл на этом танке, нанёс 5000 дамага. И я очень-очень жду, так сказать, когда уже поставлен наконец Стоповый ствол, потому что альфа 200 на 9 уровне, это несерьёзно. Там уже средний урон будет 390 с Стоповой пухой. Ну и, конечно, Стоповая башня нужна. Она хотя бы маску пробиваться не будет. А пока что у меня впечатления от Паттона очень и очень печальные. На этом всё. Надеюсь, вам понравилось. Как я уже говорил, я буду продолжать делать вводы в зависимости от ваших отзывов. То есть, если они будут положительными, то я продолжу своё начинание. Поэтому, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Аста лависта! Астантовый стоповый 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 стоповый